Так значит, туда? Антический мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели же вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Туда, туда. Там ждет уже вас дом и старый слуга. Свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой. Прощайте, мне пора. Прощайте. Прощайте. Слушай, беззвучие. Слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни. Тишина. Прощайте. Они будут петь тебе. Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя. Ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон Буду я. Я чувствую, как кто-то отпускает меня на свободу. Как сам я только что отпустил мною созданного героя. Этот герой ушел в бездну. Ушел безвозвратно. Прощенный в ночь на воскресенье. Сын короля звездочета. Жестокий пятый прокуратор Иудеи. Всадник Пунти Пилат. Субтитры создавал DimaTorzok Целью нашей конференции, организованной в цитадели науки Московском планетарии, является опровержение мракобесных, антинаучных и политически вредных слухов, несколько лет циркулирующих по Москве и за ее пределами. Должен предупредить, что точка зрения, которая будет здесь представлена, является единственно правильной и любое другое толкование известных событий некоторыми гражданами по недомыслию либо со злостными целями будет пресекаться нами как враждебный выпад. Общий вывод таков. Работала шайка гипнотизеров. Это вполне согласуется с материалистическим учением академика Павлова. Представители следствия и опытные психиатры установили, что шайка гипнотизеров, члены которой, а может быть один из них, подозрение больше всего падает на некого Коровьева, являлись невиданной силой гипнотизерами, способными показывать себя не в том месте, где они являлись, а в местах мнимых. Смещенных. В этом свете объяснений решительно все понятно. И даже особенно волновавших граждан ничем, казалось бы, необъяснимая неуязвимость кота, обстрелянного в квартире 50 при попытке взять его под стражу. Никакого кота на люстре не было. Он и не думал отстреливаться. Стреляли по пустому месту, в то время как Коровьев, внушившись, что кот безобразничает на люстре, мог спокойно находиться за спинами стрелящих, кривляясь и наслаждаясь своей громадной, но преступно использованной способностью внушать. Ни в какую янту гражданин Лиходеев не улетал. Такая штука не под силу даже Коровьеву. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОРОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОРОДИСМЕНТЫ что он принимал Басову Лиходееву и письмо в Москву отправлял, но ни одну копию в делах не сохранилось. Отсюда был сделан печальный, но несокрушимый вывод, что шайка гипнотизеров обладала способностью гипнотизировать на большом расстоянии. На громадном расстоянии, включая не только отдельных лиц, но и целые группы их. При таких условиях они могли свести с ума людей даже с очень стойкой психической организацией. Одним из пострадавших является профессор Института истории и философии, в прошлом известный поэт Иван Николаевич Панарёв, бездомный, с трудом поставлен на ноги усилиями профессора Института экспериментальной психиатрии Стравинский. Что там говорить о таких пустяках, как колонна карт в чужом кармане, исчезнувшие дамские платья, мяухающие билеты и прочие. Такие фокусы может отколоть любой гипнотизер, профессионал средней силы на любой сцене. В том числе и нехитрый фокус с отрыванием головы у конференции. Мяухающий билет, говорящий код, сущий вздор. Такого кода может предъявить любой человек, обладающий первыми основами чревовещания. Но вряд ли кто усомнится, что искусство Коровьева шло значительно дальше этих основ. АПЛОДИСМЕНТЫ